Добрый вечер. Сегодня второе видео пишу. Неубедительная я. Приходится бежать в субботу. Приходится бежать зимой. Тяжело на этой зиме. Полотфея. Всё печально. Молитесь, чтобы ваше бегство не было зимой или в субботу. Зима началась. У меня началось ускорение. Второе видео в первый день зимы. Ничего хорошего мне не вещает. И новость. Очень неприятная для меня, в всяком случае. Да, часу, часу не легче. Смотрела вчера фильм на Эль. Старый фильм уже такой, в 80-е годы. Ну, как говорят, замечательный рождественский фильм. Неплохой действительно фильм, но тема меня другая волнует. Заболевание старости меня волнует. У мамы главной героиней была Лесгеймера. И она мне эта болезнь дала понимание, что это такое. Природа этого заболевания. Природа этого заболевания. Бог святой. Бог благой. Бог дает людям счастье. Аминь. Почему же старики должны сходить с ума в конце жизни? Почему? Почему они должны быть как дети уже, понимаешь? В таком смысле, в отрицательном смысле. Вот. Что о них нужно заботиться, это другой вопрос. А то, от чего погибла моя там дальняя, считается, родственница, это уже... Это уже очень печально. Но у меня вообще хороших вестей мало, правда? Вот. Единственное, что я хочу, чтобы люди жили. А цену жизни нужно ещё и понять. А кто её может понять? Людям лень учиться, лень познавать, лень думать, лень анализировать, лень рассуждать, лень искать истину, лень читать Библию и другую литературу тоже желательно. Лень смотреть какие-то информационные каналы о Боге, лень молиться, поститься, лень ходить в церковь. Всё это порождает безумие. Потому что, оказывается, жизнь вечная существует только тогда, когда дух наш наполняется истиной, Словом Божьим. Оказывается. Но мало кто об этом говорит. Потому что нас что учит в церкви? Что мы умрём и все там окажемся. Хорошо, где там, никто не знает, правда? Уже учёные там вообще насмеются. Уже больше можно поверить, что произошли взрывы, чем то, что есть где-то вечность и мы куда-то унесёмся после смерти. Но, к сожалению, я не убедительная. Моя родная сестра мне почему-то считает нужным закрывать рот. Ну, я там настроили в церкви служителя, что это очень опасное учение у меня. Я какой-то страдаю тяжёлой. Я не знаю, чем там я страдаю, и мне нельзя слушать. И она мне закрывает рот, лишь бы я молчала. Но, оказывается, мне уже смешно. Потому что информация серьёзная. Этим людям открывалась, например, истина. Но они её отвергли. И уже болеет. Кто-то умер, кто-то уже онко болеет. Но у Бога не бояться. Почему? У меня вопрос. Почему нету страха Божьего? Человек умер. А, для них это смерть, это ничего. Это приобретение. Всё. Приткнулись. Лиля, тебе там Бог потом откроет что-то будет. Как приобретать души? Их не волнует. То, что человек спасётся, их тоже это не волнует. Ну, по барабану, понимаете? Что, вообще-то, вокруг полно умных людей, им по барабану. Что люди учатся. Они не учатся, вообще-то, в принципе. Ну, может, когда-то учились, потом перестали. Да? Бывает такое, что тоже останавливают. И вот. Выучили там пару... Я уже вчера... Всего не говорила уже. Пару фраз из Библии выучили, и бьют тебя по голове этими фразами. И рот закрывают. Ну, умные в своих глазах. Вот. А когда ты им говоришь, что-то посуществует, тебя выгоняют. Ну, иди. Потому что так можно заткнуть рот человеку, который показался тебе умнее. Всё. Других аргументов нет. Гордыня. Страшное оружие. Часло-часу не легче, потому что погибла женщина от пожара. 70% ожога, старенькая. Ну, как старенькая, 42-го года рождения. У меня ещё живут родственники такого возраста. Но самое печальное, что у человека проблемы были уже, вот, старенького. Я точно знаю, что она поджигала у себя в комнате. Ну, вот хотелось ей согреться, понимаете. А костёр сжигала. Ну и сгорела. 70% ожога. Ну, так беду какую она делала родственникам? Не дают похоронить. Следствие видит. Кто-то сжёг. Тёщечку старенькую, понимаете. В одном доме живут. Страшно, правда? Что ж такое? Где ж Бог был? Да, скажем всем. Ну, я верующий человек. Я люблю Бога. Я знаю, что он что-то говорит через эти все ситуации. Люди по барабану, в принципе. Вообще по барабану, понимаете. Занимают постепенно по барабану. Почему смерти? Ну, там разберёмся. Мы умрём, узнаем, почему смерти. Такая логика, понимаете. То есть, я же говорю, я не знаю, кто приобретает болезнь Альцгермера в 70 лет, а кто их в 30, вы знаете. Просто мы этого не замечаем. Просто себе живёт, наслаждается жизнью. Просто не напрягает мозги свою. Ну, так нравится. То я о чём хочу сказать. Столиком не уважают. Столиком не любят. Вы знаете, почему у Матфея и Луки в Евангелиях есть родословное описано полностью? Кажется, какой смысл? Боже, зачем ты нам это родословное дал? Да зачем эти имена перечислять? Зачем? У Матфея там больше, меньше, Луки ещё больше родов по именам. Оказывается, ничего случайного нету. Господь кричит. Заканчивается. Количество душ у меня заканчивается. При инкарнации есть. Мы прошли какой-то этап. Перешли уже. Назад пути нету. А люди хотят рожать. Им надо детей. Им надо, надо кого-то колыхать. Не, ну я понимаю, я сама страдаю от этого. У меня детей нету. Поэтому я имею дерзновение так говорить. У меня детей нет. Я бы из Бога. Буду лукавить, если промолчу. Мне сказали, гинеколог, да, сказал, что в принципе у меня ещё есть возможность, вы понимаете, чем я говорю, выносить ребёнка. То есть есть ещё. Хотя мне 50 лет уже. То есть я могла бы родить. Я боюсь Бога. Почему? Потому что душа у Бога заканчивается. Посмотрите на те рекламы. Этот ребёнок с рукой животного. Ну, я думаю, в глазах у него ребёнка нормально, в принципе, душа. Ну, наверное, предок какой-то родился. Надо было, чтобы он жил. Это предок. Дедушка-пробабушка. Ну, дедушка-прадедушка. Вот. И мама плачет и просит денег на операцию. Я о чём говорю? Он кричит, честное страдание. И у детей, у стариков он кричит. Надо смириться с неизбежностью. Поэтому и болезнь. Почему старички, как дети? Потому что Вселенная хочет рожать. Нету детей. Пять лет. Нету. Не забеременеет. Вымолили у Бога. Забеременеет. Родила. Счастье какое. Моя святая днеца встретила. Наконец-то, она мама моего ученика. Наконец-то Ярослава, сын родился. 36 лет. А я ничего не могу сказать. Долго у невестки не было возможности зачать. Не было, не было. Наконец-то родился. Я ничего не могу сказать. Дай Бог, чтобы... Еще есть время. Я так понимаю, потому что получилось откровение, что 25-й год уже все. После 25-го года уже все. Тупик. Преграда. Бог... Я думаю, это превентивные меры. Я надеюсь, что это превентивные меры. Хотя я верю в воскрешение. Знаю, расскажи. Это превентивные меры. Болезни. Расстройства. Психики у стариков. Чтобы сказать. Вот, вы хотите детей с этих стариков любить? Вот они уже вам дети сейчас. А могли бы не молиться. А детях. Тогда бы старички были в своем здравом рассудке. И спасались бы в этих телах. Вот такое откровение мне сегодня. Жалко родственников. Которые сейчас из-за судов божьих просто вынуждены быть в подозрении, что они захотели смерти маме своей. Можете себе представить, чем сейчас милиция обвиняет моих дальних родственников? Страшно, правда, жить на этом свете? Будьте благословенны. Спасибо. 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 Спасибо.